Дорожная разметка Супер Сергей Письяков переходит в крылья советов. Футболист подписал контракт и будет выступать за команду в новом сезоне. Ранее он играл за «Спартак», «Томь», «Анжи» и «Ростов». Участвовал в матчах со сборной России. Из-за ремонта теплосети в Самаре закрыли проезд на пересечении улиц Мяге и Гагарина. Работы планируют завершить до 30 июня. Движение транспорта ограничили и на других улицах города. Их перечень можно уточнить на сайте администрации города. В связи с ремонтными работами в Самарской области с 3 по 7 июня ограничат движение автотранспорта через железнодорожные переезды между станциями «Безымянка» и «Смышляевка». Движение для автомобилей на этих участках будет открыто поочередно в зависимости от графика работ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил пограничников и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником. Он подчеркнул их роль в условиях специальной военной операции и отметил, что пограничники лицом к лицу вынуждены противостоять вражеским атакам и защищать границы государства. Роспотребнадзор по Самарской области проводит комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением случая бруцеллеза у мелкого рогатого скота в личном подсобном хозяйстве в Куйбышевском районе. Владельцу животных выдано предписание. Случаи заболевания людей не выявлены. В Большечерниговском районе обнаружили останки древнего трехметрового ихтиозавра с фрагментами рыбьей чешуи и раковин моллюсков. Его возраст от 100 до 200 миллионов лет. Это второй ихтиозавр, найденный в Самарском регионе. Первого обнаружили в конце 90-х годов в Сызранском районе. На заседании Совета регионов России и Узбекистана стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Это даст старт новым совместным проектам на общую сумму 220 миллиардов рублей. Совет регионов в Узбекистане проходит при участии высших должностных лиц. Россию представляет президент Владимир Путин. В составе делегации губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.